МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция «Буккроссинг. Книга от Созидателя» в первой школе Десногорска. На Смоленской АЭС планируется производство ценного радиоактивного изотопа «Кобальт-60». В областном центре состоялся съезд территориального общественного самоуправления. В нем приняли участие более 700 представителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, а также общественные активисты. Сейчас в регионе зарегистрированы 410 органов ТОС, благодаря которым смоляне могут активно участвовать в культурной и социальной жизни своих городов и сел. Съезд стал дискуссионной площадкой, где представители муниципальных образований смогли обобщить практический опыт социальных инициатив смолян. Наиболее отличившиеся активисты получили благодарственные письма от губернатора области Алексея Островского за личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления на территории региона. Территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС, это одна из форм участия населения в местном самоуправлении, а именно к развитию этого участия призывает президент России, начиная с мая 2014 года. Десногорск – единственный город на Смоленщине, где нет ни одного ТОСа. Может, десногорцы не знают, что это такое? В нашем сюжете попробуем это объяснить. ТОС – наиболее удобная форма локального волонтерства, деятельность которой определяется инициативой самих жильцов и в любом случае контролируется муниципалитетом. ТОСы возникают там, где люди начинают самостоятельно заботиться о комфорте, чистоте и красоте своего двора или даже микрорайона. ТОСовский труд преимущественно безвозмездный, причем свои мероприятия жильцы организуют и проводят полностью сами. Власть может только подсказывать, как сделать правильно и поддержать инициативу небольшим вложением в виде стройматериалов на благоустройство или ремонт общественно значимых объектов. В нашем случае в Десногорске пока не было случая инициативы жителей по созданию ТОСа. А между тем администрация нашего города не просто призывает наших жителей создавать ТОСы, но и предлагает необходимую помощь в организации общества и в его работе. Мы единственный город в Смоленщине, в котором нет ТОСов. Это общественное наше территориальное органы самоуправления. За ними, соответственно, будущее. Хотя это уже давным-давно, если не могу ошибаться, с 2006-2007 года, практикуется в Российской Федерации. Но, к сожалению, в Десногорске это не было сделано. Мы постараемся в 2018 году уже от теории перейти к практике. А для того, чтобы ТОС появился, это может быть подъезд, дом, два дома, микрорайон. Для этого необходимы активные граждане. Вот эти активные граждане, они же не просто старше по дому или еще как-то. Это те лица, которые могут привлекать финансовые средства как бюджетные, небюджетные, различные гранты для развития своей территории. Будь это еще подъезд, дом или отдельно взятый микрорайон. Я думаю, что это будет интересно всем. И мы буквально где-то неделю-две назад приглашались сюда с города Урюпинска, брендологов, которыми они занимаются. Интересные вещи они рассказывали. И попытаемся вот в нашем городе, вот опять уже, может быть, вперед забегая, где-то год 2018, через муниципальную практику, вот эти вещи тоже развивать. Потому что город хоть у нас молодой, но здесь есть определенные интересные вещи, которые, я думаю, что будут интересны не только Смоленской области, а может, так сказать, и за пределы. Ну, а мы же все ребята и девчата, как говорится, амбициозные, да, и должны строить, как бы, грандиозные планы. И я думаю, что вот вместе, так сказать, единая команда, да, у нас все это получится. По-другому просто быть не нужно. Нашим инициативным десногорцам нужно прочитать и понять статью 27 из федерального закона 131, а потом отправиться в администрацию Десногорска за поддержкой. По распоряжению правительства России в рамках госпрограммы развития транспортной системы 34 субъектам федерации, в том числе и Смоленскому региону, предоставляют межбюджетные трансферты. Доля области – 130 миллионов рублей. Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние развития и увеличения пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. 11 октября в Совете ветеранов состоялось торжественное награждение работников атомной станции, находящихся на заслуженном отдыхе, корпоративными медалями и грамотами к 35-летию со дня пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. В юбилейный год для концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской атомной электростанции» руководство энергетического дивизиона страны не забывает о своих ветеранах, которые внесли огромный вклад в развитие отрасли. В том, что 35 лет станция работает надежно, эффективно, в этом огромная доля вашего личного труда, ваших личных заслуг. Спасибо вам за вашу работу, спасибо вам за то, что вы остаетесь такими же активными, продолжаете участвовать в тех начинаниях, которые в городе у нас проводятся. Медалью за заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» третьей степени в этот день были награждены 18 ветеранов. Среди них и Михаил Степанов, который много лет проработал советником директора. Он был удостоен этой медали дважды от Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» и Совета ветеранов Смоленской атомной электростанции. Да здравствует Смоленская атомная станция. Всем, что будет свешено, она еще долгие годы работала, безаварийно, эффективно, потому что только при этих условиях и Совет ветеранов будет жить и развиваться, и мы будем участвовать во многих мероприятиях. Знаком отличия в труде ветеран атомной энергетики и промышленности были отмечены 14 человек, а Татьяна Аблиухова была удостоена звания ветерана атомной энергетики. К 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС почетные грамоты от концерна «Росэнергоатом» вручили шести ветеранам. Атомщики, даже выйдя на заслуженный отдых, остаются уникальными людьми, ведь они хранители огромного опыта и кладезь оптимизма и энергии. И большинство мероприятий в городе не обходится без их участия. В Смоленской области продолжается прививочная кампания. 10 октября поступила вторая партия вакцины от гриппа для взрослых. Первая была привезена в регион еще в августе. Вакцина для детей ранее поступила в Смоленскую область в полном объеме. Сейчас в регионе привито 192 тысячи человек. Охват населения области вакцинации против гриппа составляет более 20%. Грипп в Смоленской области пока не регистрируют. Медучреждения Смоленщины оснащаются современным оборудованием. За счет средств областного бюджета три районные больницы региона получили новые ультразвуковые диагностические системы. Современные оборудования позволяют более точно решать вопросы диагностики значительного числа заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочеполовой системы. Для его закупки было выделено около 7,5 миллионов рублей. Школьники Десногорска решили прививать у горожан любовь к чтению в свободное время. О том, как они решили популяризировать книги – наш следующий сюжет. В нашем городе активно работают проекты госкорпорации «Русатом», и один из них – это «Слава Созидателям». В рамках этого проекта в школах дети Десногорска встречаются с первостроителями и ветеранами различных организаций и структур. В первой школе эти мероприятия организуются регулярно, и чтобы они не стали скучными, координаторы проекта решили их всячески разнообразить. Они придумали провести акцию по сбору книг от созидателей. Я думаю, что город Десногорс будет единственным городом пока Смоленской области на карте, который будет иметь вот такую уникальную возможность. Сесть на остановку нашего города в ожидании автобуса. И не просто листать телефон, а смотреть, листать книгу. Если книга понравится, можно забрать ее домой и оставить в семье. При встрече с людьми, чей опыт неоценим для нашего города, школьники предлагают подарить им любую книгу. Желательно такую, которая после прочтения оставила свои незабываемые впечатления. Хотелось, чтобы мы помнили, чтобы все жители великой страны России, и чтобы мы не забывали, насколько богат, насколько великолепен, насколько образен наш язык. Вот дали, это он посвятил всю жизнь. Эта книга интересна тем, что она иллюстрирована, здесь все нужно посмотреть и почитать. После того, как ребята соберут коллекцию книг, эту необычную библиотеку они планируют организовать на остановках города и в общественных местах. Это будут специальные уголки, где десногорцы смогут взять любую из книг и почитать в свободное время. Акция «Букроссинг» по теме, которая у нас приходила для того, что урок, я думаю, что в нашем городе она может прижиться. У нас достаточно молодой город и очень активные люди. Люди будут интересоваться, и это будет новинку. То есть люди будут следить и заботиться за стендами, где будут стоять книги. Созидателям нашего города эта идея очень понравилась. Молодцы ребята, что так неравнодушно относятся к жителям нашего города. Молодцы ребята, их руководители, что они любят книгу и популяризируют книгу. Потому что мы действительно сейчас уткнулись в компьютеры и в телевизоры, и уже забываем, как это подержать книгу в руках, перевернуть страницы. А ведь это истинное наслаждение – посидеть, почитать книгу. И никакой компьютер, никакой планшет, ноутбук или мобильное устройство не заменят. Поэтому давайте любить книгу и пропагандировать это, и прививать эту любовь к своим детям. Вот так обучающиеся первой школы хотят вернуть десногорцам любовь к настоящим бумажным книгам. А прочитать художественное произведение, которое оставило отпечаток в жизни известного горожанина, вдвойне интересно. 50 часов обязательных работ за быструю езду получил водитель из Смоленска. Он не выплатил штраф всего в 1000 рублей. Судебный пристав установил, что за должником не зарегистрировано никакого имущества, на которое можно обратить взыскание, да и приглашение в суд он проигнорировал. В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении. А суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о принудительных работах. Концерн «Росэнергоатом» планирует в два раза увеличить свою долю на мировом рынке по производству «Кобальта-60». Теперь этот радиоизотоп, широко востребованный в промышленности и медицине, будут нарабатывать не только на Ленинградской, но и на Смоленской атомной электростанции. «Кобальт-60» — один из самых востребованных и одновременно самых дефицитных радиоизотопов. Дело в том, что в природе его попросту не существует, а процесс его получения в ядерном реакторе занимает без малого 5 лет. Именно поэтому старт проекта по промышленной наработке этого продукта на Смоленской АЭС стал ключевым событием не только для России, но и для всего мира. «Кобальт-60» получил широкое применение в самых разных областях. Для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, для обеззараживания и очистки промышленных стоков и радиохирургии. Технология его получения достаточно сложна и реализуема только в ядерных реакторах. А поэтому до последнего времени его производили только на Ленинградской АЭС. «Это настоящая капсула, которая еще не прошла облучение в реакторе. Она совершенно безопасная. Вот оболочка. Внутри находятся таблеточки. По две такие капсулы устанавливаются в пенал. Вот этот уже пенал, он уже непосредственно с теплоносителем взаимодействует». Спустя пять лет облученная капсула попадает в специальную горячую камеру, где упаковывается в перевозочный контейнер и отправляется потребителю. В частности, канадской компании «Нординс», в которой у концерна «Росэнергоатом» подписан контракт на поставку «Кобальта-60» вплоть до 2034 года. Сумма сделки – около 74 миллионов долларов. «Планируется увеличить его производство, кобальта, и развивать этот рынок. Мы сегодня поставляем около 30% мирового потребления кобальта-60. У нас есть все возможности его увеличить как минимум в два раза». Освоение производства «Кобальта-60» позволит российским АЭСам, Ленинградской, Смоленской, отчуть позже и Курской, где пока идет стадия подготовки его изготовления, более эффективно использовать свой потенциал, не ограничиваясь выработкой одной лишь электрической энергии. Устойчивый спрос на радиоизотоп практически гарантирует концерну «Росэнергоатом» ежегодную выручку в размере 8 миллионов долларов от его продажи. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна.дефистове.ру». Спасибо за внимание. До новой встречи.